Привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и Рука Судьбы тянется к нам. Hunt of Fate 2. Рука Судьбы. Первое испытание позади. Давай-ка посмотрим, что на этот раз нам уготовила наша судьба. Начать. И я прорвел себе путь назад из-за что? Из царства смерти? Добро пожаловать в мир моих испытаний. Вместе мы пройдем по 22 тропинкам мудрости и отчаяниям надежды на осознание. Выберите испытание. Можно, я так думаю, и переиграть прошлое испытание Шут. Но есть ли в этом смысл? Что это мне даст? Может быть, дополнительную пищу? Не знаю. Давай к следующему испытанию Мак. Так, вот как. Соскверненными. Избегайте империи. Вы теряете золото зол за каждого убитого имперца. Так, что это такое? Спутник? Встречи? Снаряжение? Снаряжение. Ну, я думаю, что давай добавим кардинальский клинок. Бастион очищения. Так. А что-нибудь из защиты? Ну, не знаю. Может быть, просто нет чего-то другого, что мы можем сюда выступить. Встречи. Заполните свою колоду картами встреч. Это места, которые вы посетите в своем путешествии. Базарный воришка. Проблема Малоклипса. Вот, боже мой, достался мне друг с этими проблемами. Глубоководье. Ну, давай-ка... Выберем базарный воришка. Их можно пять. Их можно выбрать пять. Пускай будет борьба на руках. Пускай будет пожилая дева. Пускай будут пирожки-кулебяки и диковинные враки. Ну, и что-нибудь еще. Ну, и проблема... Малоклаки. Продолжить. Так, не пойму. То есть, мне нужно заполнить максимально? Хорошо. Спутник один-единственный, да? Это ловкач. Другого нет. Хорошо. Начать. Обычный призыв к героизму. Сколько искателей приключений с этого начинало? Ваш разговор с торговцем Мехами был прерван прибытием Малоклипса. Он выглядел взбудораженным. Создал игру эту заново. Ну, что ж, попробуем. Теперь я вижу, в нашей колоде появился ловкач. Я не знаю, правда, как его можно сейчас использовать. Но я думаю, что скоро все это откроется. Говорят, будто на окраинах империи неладно. Город Вествин страдает от увядания. Конечно, давай узнаем больше о Вествиде. Что вы хотите узнать? Город должен был защищать небольшой гарнизон, но все солдаты в нем мертвы, разбежались или пьяны. Я проделал большой путь, чтобы сбежать от имперского гнета. Вествид даровал мне свободу. Я хочу вернуть ему свой долг. Вествид находится на краю империи. Император в основном уделяет внимание столичным торговцам и знати. А на живущих на окраинах ему по большой части наплевать. Пока что достаточно. Ну что, отправиться в Вествин. Вы возвращаетесь на рынок и спрашиваете торговцев, не нужно ли кому-то из них сопровождение Вествин. Есть три варианта. Каменщик, повозка с едой, оружейник. Как там может пригодиться каменщик? Оружейник ладно, да? А вот повозка с едой, это тоже неплохо. Или может быть все-таки оружейник? Давай попробуем повозку с едой. Повозка с едой, держащая путь на свадьбу недалеко отсюда, предлагает подвезти вас. Хозяева повозки дарят вам немного еды за то, что... Не довез... Что не довезли до самого Вествин-то. Вы прибываете в город Вествин. Чтобы защитить город, вам нужно найти как можно больше имперских солдат, прежде чем его охватит увядание. В правом верхнем углу солдат завербовано ноль. Ну ладно, посмотрим. Империя слишком что? Север сплотился и скучки племен превратился во что-то, чего следует бояться. Какие-то три мороза. Вы видите имперских солдат, которых северяне подвесили за руки на деревьях. Сразиться за их освобождение, заплатить за их освобождение и... Оставить. Трое. Всего лишь трое. Неужели это будет что-то сложное? Можно, конечно, потратить золотишко, но вдруг оно где-нибудь понадобится нам... В другом месте. Если не отберут, конечно. Слушай, давай сразимся. Вы достаете оружие. Вы достаете оружие, инвентарь и какое оружие мы с тобой достанем? Что? Почему? Почему у меня... Я не понял. У меня только выбор... Топор. Непонятно. Ну ладно. Вы достаете оружие. Посмотрим, сможете ли маг помочь вам. Я думал, что я беру все оружие и меч солдата. Но почему у меня оказался на выбор только один топор? Надо будет разобраться с этим. Малоклипс. Мах, шутник и бродяга. При задействовании малоклипса накладывает на вас защитное заклинание, способное заблокировать один удар. Я думал, что ты вообще бесполезный, дружище. Но я вижу, что... Есть что-то в тебе. Спутник, 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 спутник. Левый шифт. Ладненько. Слушай, 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 слушай. Не так быстро. Где, где, мой черт побери. А? Щит. Остался я без щита, получается. Блокирую, блокирую, блокирую. Что там со спутником? Развернись, развернись. Да что же это такое? Нет, как-то с топором совсем как-то не очень. Хотя удары сильные, но я много чего пропустил. Много чего пропустил в этом бою. У меня осталось просто 60 жизней. Это же мало. Топор воина получен. Ну надо же. Он нужен мне, этот топор воина. Ну, пускай будет. Вот, за жизнь спасибо. Вы нашли два рекрута. Северяне мертвы, и вы освобождаете солдат. Замечательно. Инвентарь. Конечно же, топор воина. Почему я остался с топором? Где мой меч? Что я сделал не так в самом начале? Обычная лавка. Торговля процветает даже в самых неподходящих для этого местах. Добро пожаловать в лавку. Уйти, купить снаряжение, купить пищу, купить здоровье, продать снаряжение. Я представляю, сколько это все стоит. У меня 10 золотых. Вообще, стоит ли я открывать и заходить в эту лавку? 10 золотых. Ладно, давай посмотрим. Купить снаряжение. Ну, конечно. Куплю я снаряжение со своими деньгами. Купить здоровье. Нет, не буду я покупать. Купить пищу. Продать снаряжение. Давай продадим. Вот, топор воина, смотри-ка. Он кому-то нужен. Продадим его. И у нас есть 19 монеток. Ну, если мы даже купим меч у солдата, то у нас не будет щита с тобой. Хотя есть щит. Нет, оставим этот топор. Будем сражаться с ним. Все, уйти. До свидания. У вашего спутника своя история. Интересно, эта история о герое или злодеи? Вы приходите на городской рынок, чтобы встретиться там с товарищем Малаклипса. Вы видите, что он сидит на одеяле возле сточных ворот. Трудно сказать, кто он. Гоблин? Человек? Или ожившая куча грязного тряпья? На земле вокруг него валяются сорняки и несколько увядших маргариток связанные веревочкой. Товарищ Малаклипса, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, да? Мур обращается к созданию Малаклипс, протягивая руки. Выдужден просить тебя об услуге, мой симпатичный друг. Завсаленный гоблин-человек поднимает руку, чтобы прервать болтовню барда. Сначала золото. Десять. Сам знаешь. Малаклипс, выжидающий, смотрит на вас. Ты что, серьезно, что ли? Я продал, я продал топор за девять золотых, и ты у меня тут же забираешь десять. Ну, вот это, дружище, мне досталось. Ну, ладно. Давай. Пока Мурк считает монеты, Малаклипс выходит вперед. Мурк старина. Кратко оглядевшись, Барт быстро показывает рукой на плечо. Мне нужна помощь с кое-какой болезнью. Мурк, изучающий, смотрит на Малаклипса. Такие сведения стоят больше, чем несколько монет. Вы давитесь от негодования. Мне нужно проверить его умения. Он поворачивается и указывает на вас. Выбери цветок и съешь, говорит цветочник, указывая на свой скудный ассортимент. Малаклип скивает, словно это вполне разумная просьба. Съесть маргаритку, съесть незабудку, съесть ярко-фиолетовый цветок. Да мне вообще абсолютно пофиг, что есть. Давай съедим маргаритку. Маргаритка вроде как бы звучит аппетитней. На вкус цветок, как обычный увядший цветок с привкусом горького лекарства. Костя, Костя говорит, это напоминание о мертвых. Ну давай. Ну а, ничего себе, это самый большой результат, который я выбрасывал. А ну-ка. К вашему ужасу, у вас под рубашкой начинает расплываться кровавое пятно. Задрав ее, вы видите, что это просто неглубокий порез. Тем не менее, вам непонятно, откуда он вообще взялся. Взяли же и забрали. Ну что это такое, что за дела? Мур кивает, довольный результатом. Он жестом подзывает Малаклипса. Из всех наших, кто остался, тебе нужна Айра из долины. Может, ей что-то известно о лекарстве. Насколько я знаю, она прячется в подземье. Ну а нет, только не она. Стонет Малаклипс, нервно разглаживая шейный платок. Засаленный полугоблин маниакально хихикает. Именно она, небось, сгложет твои косточки. Слова не дав сказать. Почему? А теперь прошу извинить. Дела. С этими словами товарищ Малаклипса разворачивается и швыряет букет воторопевшего прохожего. Цветы, свежие цветы. Покупайте цветы. А то глаза вы. Вот это расклад. Жизнь забрали, золото забрали, съел какой-то цветок, какой-то порез. Всегда относитесь с уважением к тем. Быстро, быстро, быстро идут эти субтитры. Вы натыкаетесь на деревянную тележку, груженную грушами, пирожками и прочим добром. Из тележки доносится чудесный аромат. Малаклипс качает головой. Эх, Честер, Честер. Вот почему не нужно поддаваться уловкам женщин душа за два гроша. Они развивают тебе сердце, а ты потом только и можешь продавать лимонные пирожки безо всякой выгоды. Старый фермер зазывает прохожих к своему прилавку. Пирожки, кулебяки, диковинные враки. Честер хмуро кивает, когда вы подходите. Что желаете купить этим безотрадным утром? Купить пирожки, кулебяки, диковинные враки, пирожки. Он достал вам из лотка яблочный пирожок, политый карамелью. Кажется, сегодня дурное настроение Честера отпугивает покупателей. Он размышляет, глядя на гору пирожков. И, наконец, назначает цену. А у меня нет. У меня нет. У меня нет столько золота. Ничего не покупать. На лице Честера отображается непонятная обида. И пирожок вновь перекочевывает к нему в руки. Он холодно просит вас уйти. Ай, беда, беда. Похоже, быть нам голодными. Звон с колокольни Вествинда слышен по всей округе. Городской глашатый кричит. Оскверненные же в городе. Они прошли сквозь канализацию и в живый переулок. Наши отважные солдаты отправились туда, чтобы разобраться с ними. По прибытии вы видите кучу оставшихся солдат, сгрудившихся у входа в самый бедный район Вествуда, в живый переулок. Мы не можем позволить сквер не распространяться. Ради безопасности города нам нужно избавиться от всех, кто хочет немного... Кто хоть немного был ею затронут. Присоединиться к солдатам. Продолжить исследовать. Ну, давай присоединимся. Так, ну и инвентарь? Топор крестьянина? Что-то не пойму, это все, что у нас есть, что ли? 4, 19. Вы присоединяйтесь к битве с искверненными. Где мое оружие? Больные. Первое же прикосновение с скверны вызывают самые мрачные последствия в их жертве. Зараженные враги ослаблены и падают с ног при понижении здоровья. Используйте добивающий удар, пока они не оправились. Так, надо не забыть про эфочку. Так, ребятки, нас много. Нас много. А ну-ка, а ну-ка, разойдись. Вот так, вот так, вот так. Эфочка. Отлично. Зарубасили одного. Помогаем солдатам. Эфочка. И еще красавец. Эр, 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 эр. Вот так. Теперь закончи это все. Ага, отлично. Остался один. Вы, солдаты, что-нибудь делаете вообще? Я уже устал махать топором. Нормально так. Раскидали больных. Больных и нищих. Угроза в виде оскверненных устранена. Тем самым вы позаботились о том, чтобы эти солдаты выжили и смогли помочь в защите города. Города. Вы нашли еще три рекрута. Солдаты помогают вам обыскать трупы, несчастных жертв, скверны и забрать все, что может пригодиться. Он словно, он словно компас показывает истина ли... Что? Кардинальский клинок. Хотите экипировать? Да или нет? Слушай, мне как-то с топором вообще понравилось против этих сражаться. Давай нет, а? Золотишко. О-о-о! Смотри-ка, сколько картишек. И куда мы пойдем? Ваши припасы... Короче, мы сожрали припасы почти все. Осталось два всего лишь яблочка. И я думаю, что нужно пора, пора, пора задуматься о пище. Вот что хотят нам намекнуть. Слушай, ну, три, я думаю, что... Нет. 14 золотых осталось. А продать снаряжение, что мы? Кардинальский клинок можем продать, да? Может, не стоит? Ладно, оставим его, оставим. Продадим, если будет совсем туго. Уйти. Мы можем идти, в принципе, в разные стороны. Давай сходим в эту сторону. Жилая дева. Возраст власть над всеми. Время пощадило ее больше, чем меня. Идя через тенистый лес, вы встречаете тщедушную, немолодую, на вид лесную деву. Она приветствует вас. Долгие века я помогла смертным, заблудившимся в моем лесу. Могу ли я помочь чем-нибудь и тебе? Попросить припасов, попросить долгой жизни, попросить золота. Жизнь у нас есть, припасов мало. Долгой жизни... Не знаю, что это значит. Давай просто попросим припасов. У, пожилой девы. Этого тебе хватит на несколько дней, говорит она. Лукаво щуря глаза, от которых разбегаются морщины. В чем подвох? Надо было изначально идти в эту сторону. Может мы тогда и задумались над покупкой, стоит ли покупать или не стоит эти припасы и тратить золото. Дворинин в беде. Люди сами лезут в эти дурные ситуации и ждут, чтобы кто-нибудь, какой-нибудь герой пришел и спас их, когда все пойдет не так, как надо. При обходе окраин Вествинда вы слышите звон, стали и стон оскверненных. Вы идете на звук и видите дворянина, сидящего на крыше своего... Что? Паланкина. Слава богам, что вы здесь. Мы направлялись ко мне в загородное поместье и вдруг на нас напали. Моя охрана оставила меня здесь, чтобы сразиться с ними, но бой переместился куда-то в чащую. Дворянин со страхом поглядывает в сторону деревьев. Если вы останетесь здесь и защитите меня, я заплачу вам. Отправиться за солдатами или же принять предложение? Слушай, ну давай принимем предложение. О, Создатель, спасибо вам! Вы остаетесь рядом с паланкином дворянина, ожидая появления оскверненных. Из-за деревьев слышны холодящие кровь, звуки битвы. Крики и вопли эхом раздаются в ночи. Вы ждете, но ни один солдат не возвращается. Слушай, надо было пойти за ними. Надо было за ними пойти, мне же они нужны. Дворянин забирается в свой паланкин, сворачивается клубком и рыдает. На вас он никак не реагирует. Вы возвращаетесь в Эствен. Базарный воришка. Базар поистине кипучий муравейник. Здесь торговцы из разных земель наперебой предлагают гуляющим свои товары. На людной улице невыносимо печет солнце. И вы останавливаетесь, чтобы набрать воды из фонтана. Сейчас сопрут деньги у меня. Вдруг вы чувствуете рывок где-то под курткой. И обернувшись, видите карманика. Улепетывающего с вашими вещами. Потеря 3. Ну, это не так уж и много, но дело принципа. Скачив, вы замечаете, как воришка ныряет в толпу. Успех, провал, провал, провал. Слушай, у нас мало шансов. У нас мало шансов на успех. Серьезно, что ли? Воришка проворно лавирует в толпе, но вам удается нагнать его. Когда вы уже почти хватаете его за руку, он сбивает бочку с яблоками в попытке задержать вас. Большой провал. Яблоки катятся вам под ноги, ноги разъезжаются, и вы грохаетесь прямо на пятую точку. Воришка ускользает. Едва вы встаете, на вас налетает владелец фруктовой лавки. Эй, вы, мне хорошие яблоки испортили, давайте-ка платите. Серьезно, что ли? 3 золота воришка, 5 золота... Торговец. Вы не хотите платить за испорченный товар и продолжаете свой путь. Короче, профукали мы этот медальон. Слушай, давай с другой стороны зайдем, а? Мне кажется, мы должны к какому-то финалу подойти. Борьба на руках. Карнавал силы путешествует из одной деревушки в другую в поисках сильнейшего во всей стране. В каждом месте вы сразитесь только с одним противником. Каждый следующий противник будет сильнее, а награда лучше. В первом туре соревнования ваш противник тщедушный роллан низушек из бродячей трупы акробатов. Давай. В прошлый раз я, похоже, с тобой сражался, но проиграл. И сейчас, наверное, так же будет, если не будет пятерочки или шестерочки. Шесть. А, даже шесть. У нас был только один шанс. Роллан вам не соперник. С разочарованием на лице он делает сальто назад, забирая свой скромный выигрыш, и колесом выходит в дверь. Вы забираете свою награду и... Распорядителя и... Распорядителя и выходите из таверны. В следующий раз, вернувшись, вы будете участвовать в следующем туре, где приз больше. Такс. Захваченные солдаты. Четыре мор... О, морозы это сильные, это не монстряки. Эти дерутся, будь здоров. Вы видите имперских солдат, которых северяне подвесили за руки на деревьях. Ну, надо сразиться, надо сразиться. Как же? Как же? Как же? Будем сражаться. Будем сражаться. Все, вперед. Лучше бы оскверненных нам подсунули для этой битвы. Ну, что делать? О, налетчик. Они приходят из ледяной тьмы и дальнего севера. В севере они могут совершать комбинированные атаки. Используйте парирование одноручным оружием, чтобы нанести дополнительный урон сразу же после защиты. А у меня двуручный топор. И больше ничегошеньки. Почему мне никто не помогает в этот раз? Я что-то не пойму. Вы что, издеваетесь, а? Слушай, слушай. Отскок, отскок, отскок. Теперь наскок. Когда краснеет, оп, оп, очки. Лучше уходить в сторону. Вот так вот. Серьезно, что ли? Сколько здоровья осталось? 80? Ну, не так уж и плохо. Меч солдат. Нет. Вы нашли двух рекрутов. А вот и удобный шанс показать себе последнюю надежду христианства. Что за благородный образ вы уже являете? В центре городской площади Вествена стоит высокая колокольня. Когда-то ее колокол... Колокол давал знать местным шахтерам и крестьянам о конце рабочего дня. Но сегодня он зазвонит, чтобы призвать защитников Вествуда. Хотите призвать солдат, которых вы завербовали? Конечно же хочу! Конечно же хочу! Позвонить в колокол. Потому что я не знаю, что это будет за последний бой. Ночь окутывает Вествент, и вы чувствуете, как из окружающих вас теней восстает скверно. Вы оглядываете солдат, которых смогли завербовать. Вы собрали для защиты Вествена большую группу солдат. Вы надеетесь, что этого будет достаточно. Я не знаю, сколько будет карт с другой стороны. Ничего себе! Ужас еще какой-то! Вам нужно выжить до утра, когда прибудут имперское подкрепление. Конечно же произнести воодушевляющую речь. Ой! Ну, ну! Провал! Я не сомневался. Ну что же, в бой! В бой! Я так думаю, не лезь, не лезь на рожон! Ха-ха-ха! Шут наш! Давай как-нибудь где-нибудь в сторонке. О-о-о! Ужас Вественда! Когда уничтожено последнее наследие человечества, пробуждается ужас. Используйте мощные удары, чтобы разбить оскверненные доспехи ужаса и победить его с помощью добивающего удара, пока он не восстановил здоровье. Ай! Сложности, сложности, сложности. Ну что ж, поехали! Блин! Как там солдаты? Как там солдаты себя чувствуют? Отступаем! Отступаем! Эрочка! Чёрт! Мы проигрываем! Надо сосредоточиться! Так-так-так-так-так-так! Кто-нибудь остался ещё живой? Отступаем! Ужас Вественда! Что же... Что же с ним делать, а? Отступаем! Эфочка! Эфочка! Вот так! Молодец! Но он восстановил, но не успели. Но принцип понятен. Снимаем эту защиту. Уходим. Ещё раз. Вот так! Эфочка! Эфочка! Нет! Отходим! Отлично! Отлично! И вот могучее порождение хаоса пало от вашей руки. Вы довольны этими кровопролитиками? Даже зная, что погибшие никогда были простыми крестьянами. Жившими обычной жизнью. Конечно, довольны. Они же не станут снова крестьянами. Поэтому, ну, вот так вот. Судьба такая. Рука судьбы. Осквернённый исполин пал, и остальные осквернённые разбегаются в страхе, их дух сломлен. Солдаты громко радуются и восхваляют вашу доблесть. Теперь вы можете отдохнуть до утра, готовые встретить подкрепление в уже спасённом городе. Маг возвращается в колоду, но на этом наша история о судьбе, безумии и магии только начинается. Не думайте, что я удовлетворён, но теперь у нас хотя бы есть отправная точка. А, так, что-то открыто. Теперь вы знаете простейшие способы собрать свою колоду, где каждое испытание отдаёт себе особые сложности. Вот ещё инструменты, которые помогут вам. За спасение города Вествинг. Слушай, это очень интересно, но я знаю принцип, как теперь собирать колоду, и я не пойму, как мне взять то оружие, которое мне необходимо в бою. Я брал вроде бы всё, а у меня в руках оказался только топор. Кольцо. Это что, щит какой-то? Еда отваги. Бич зимы. Заплутавший мальчик. Торговля с гномами. Дерево людоед. Бедняцкая болезнь. Вествинский трактир. Открыть. За то, что убили Мурка. Помочь Малаклипсу. Подземье. Чем дальше вы будете играть, тем больше возможностей откроется перед вами. Если вы зайдёте в тупик или столкнётесь со сложной ситуацией, становитесь и посмотрите на расклад карт. Новые карты дадут вам возможности, о которых вы прежде даже не думали. Может, есть тогда, не знаю, смысл возвращаться назад и переигрывать. Может, тем самым я открою дополнительные карты. Не знаю. Но сейчас открыты императрица испытания, верховная жрица и что-то ещё. Император. Император, императрица, верховная жрица. Вот как. Ну, на этом закончу с испытаниями на сегодня. Спасибо, что смотрели меня. Ну и пока-пока. До новых встреч.